здравствуйте дорогие радиослушатели все кто нас смотрит на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго не забудьте что это самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем с российским журналистом автором и ведущим собственного youtube канала губин nr дмитрием губиным дмитрий вы с нами здравствуйте геннадий как я могу быть вас представляете не только штаты или ноисную всю америку и худо будет тому кто будет против америки очень приятно что вы уже наш хороший старый знакомый спасибо дмитрий а сегодня 80 лет со дня начала великой отечественной войны что интересно это то что делая просто россии многие молодые люди они вообще не знают что это сегодня за цифра такая 80 лет а те кто знает сказали что это начало второй мировой войны почему так плохо с этими знаниями с обучением все что касается вот второй мировой войны мировой войны хотя владимир путин с этим ложится спать и встает с этими знаниями с этими знаниями да да лучше бы он с ними так и спал сладко где-нибудь на своей одинокой пенсии пойти в чем дело я не считаю что плохо когда считают что великая отечественная война это часть второй мировой войны когда одно подменяют другим вот это действительно уже плохо гораздо хуже когда скажем мое поколение росло прекрасно знаю что 22 июня ровно в четыре часа киев бомбили нам объявили что началась война но при этом понятия не имели что война началась для польши 1 сентября тридцать девятого года для великобритании 3 сентября тридцать девятого года а в общем чтобы она началась все было рассчитано во время подписания пакта молотова риббентропа 23 августа тридцать девятого года вот гораздо хуже когда они знают что война началась в сентябре тысяча девятьсот тридцать девятого года и 22 месяца просто-напросто выщелкивает из этой истории начиная ее из великой отечественной почему так да по одной простой причине и она подписном канале репаблик я опубликовал на эту тему текст он репаблик ru вот чем все дело есть сама великая отечественная война тут я цитирую владимира буковского думаю что старшее поколение в америке еще помнит кто а если кто-то запамятовал этот один из самых знаменитых диссидентов советского союза про которого ходила частушка обменяли хулигана на луис кроволана где найти такую знать чтобы на брежнева сменять его обменяли на главу чилийских коммунистов луис кроволана у них довольно четкое замечание в его книге возвращается ветер который сводится к тому что война гитлера со сталином то есть великой отечественной война была войной лишь за то какого цвета будет победивший концлагерь красного или коричневого а то что в результате победа любой из сторон будет концлагерь в этом сомнений не было ни у кого потому что собственно ничего другого не могли предложить ни своим чужим народом не гитлер не стали а вот вписывание великой отечественной войны в контекст второй мировой резко меняет дело вот здесь негодяй сталин мало чем отличающиеся от негодяя гитлера один убивал по национальному принципу а другой убивал по социальному принципу так вот здесь негодяй становится спасителем человечества спасителем западной цивилизации прежде всего и вот вписывание повторяю великой отечественной войны в контекст второй мировой действительно делает подвиг красной армии подвигом а не мероприятием в результате который ведет все равно к победе концлагеря на только другого цвета поэтому да действительно не очень хорошо не знать что великая отечественная это часть второй мировой войны но гораздо хуже знать что была только великая отечественная и не подозревать о наличии второй мировой. Дмитрий, а что сегодня думают об этой дате сегодняшней? Есть ли в Германии какие-то мероприятия, может быть, или что-то, что напоминает о том, что вообще-то сегодня день памяти, да, в принципе, грустная дата? Да, конечно, потому что есть возложение цветов прежде всего в Берлине, и министр-президент Штармайер выступил с речью, которую, кстати сказать, очень нервно восприняли в Прибалтике и на Украине, потому что все тут традиционно, там всякие памятные мероприятия, музеи, мемориалы, они называются, они содержатся в названии слова российский или русский, а воевали не только русские, воевала не только Россия, и теперь, когда Грузия оказалась врагом России, а Россия врагом Грузии, я уж молчу про Украину, вот упоминание в контексте Второй мировой Великой Отечественной только России, только русских вызывает действительно у многих известную настороженность, может быть, несколько преувеличенную, но их в конце концов можно понять. Да и вообще Иисус, не знаю, насколько апеллировник имени Иисуса Христа воспримется русской эмиграцией в Германию, насколько большой части, ну что поделаешь, Новый Завет велит в первую очередь помогать малым и слабым, а не большим и сильным. Да и Ветхий Завет, если вспомнить историю Давида и Голиафа, полон сочувствия на стороне тех, кто мал, но может неожиданно оказаться удал. Да, в Германии это помнят, Германия вообще вся нашпигована историей Второй мировой войны. Если будете в Берлине, плохо вам тот американец, который не мечтает совершить поездку по Европе, но вот там просто на любой остановке, ну не на любой, да, но очень часто встречаются плакаты, исторические фотографии, которые там рассказывают, я помню, ждал автобуса возле филармонии Берлинской, и от нечего делать начал читать, и вдруг с ужасом понял, что рядом когда-то в нескольких шагах была вилла, на которой испытывался газ циклон-Б, то есть тот, с которого начался поход в ад, поход в небытие шести миллионов евреев. Это вот там это испытывали, рядышком с потрясающей современной Берлинской филармонии. А когда я гуляю, себя гулял вот совсем недавно в лесу в Аугсбурге, то в очередной раз проходил мимо там таблички, ну такая маленькая болотца такое, там лягушки квакают. Маленькая табличка говорит, что это экосистема, но после перечисления, что здесь живут ежи, ужи, а вот это вот камыши, там объясняется, что эта экосистема образовалась на месте воронки от бомб, а всего 200 бомб было взорвано, упало на вот этот вот лес в феврале 44 года, поскольку рядом был завод Мессершмитта. И вот пройти мимо истории Второй мировой войны, пройти мимо истории национал-социализма просто невозможно. Я уж молчу, что принимая там клятву на верность отчизне Хаймату, да, вот дающие клятву там молодые бойцы клянутся именем Штауфенберга. А Штауфенберг – это человек, который пытался убить законно стоящего во главе Германии правителя, то есть Гитлера. Покушение, как известно, не удалось, но это такой герой нации, именем которого нация пытается объяснить, что все-таки мы не терпели Гитлера, мы вот пытались его убить. Не только там Штауфенберг, там Тресков, простите, пожалуйста. И на Гитлера готовился вообще масса покушений, в том числе и со стороны военных. Нет-нет, Германии избежать этой даты невозможно. Дмитрий, хотел бы перейти к другой теме, более, как мне кажется, интересной. 14 июня исполнило 70 лет, я считаю, великому русскому гражданину, художнику, режиссеру Александру Николаевичу Сокурову. В передаче «2021», где он давал интервью Ксении Лариной, он смотрелся очень потерянным, расстроенным и как-то, не хочу слово такое, опущенным даже, оно не совсем корректное слово, но это было видно, что очень расстроенный человек. А те, значит, все, что он сказал, это была идея того, что все, что он делал в своей жизни, он считает неудавшимся и, как бы, не прошло, его искусство ничего не дало. Как вы относитесь к его искусству, вообще к его личности? Вы, наверное, его и лично знаете, вы с одного города. Да, мы знакомы. Мы знакомы. Я не знаю, что могло в данном конкретном случае вызвать это состояние. Во-первых, ковид, потому что в России сейчас всплеск ковида, дельта штамм вируса, что с реальности, с цифрами и заболевших, и реальной смертности никто не знает, потому что все начальство в России традиционно врет. Есть страх, есть ощущение обмана. Я это просто знаю по своему ближайшему кругу. У меня болеет, к сожалению, ковидом сестра. Мама, ей девятый десяток, привелась к эпивакам вакциной, после чего узнала, что это пустышка. Эта вакцина не действует. И даже на официальном сайте вынуждены были разместить объяснение. И она была потрясена. У нее подскочило давление до 220, что с учетом жары, которая сейчас царит в России, в общем, было крайне-крайне опасно. Возможно, на него действует эта ситуация. Возможно, политическая ситуация, когда нет такого дня, чтобы не было сообщения об обысках, арестах, задержаниях, уголовных сроках и так далее. Все по политическим мотивам. Сегодня, по-моему, были задержаны или арестованы. Я боюсь, там предъявлено обвинение, какое было решение суди и какая должна использоваться формулировка этой участницы, пусть рает. Причем по каким-то там идиотским надуманным предлогам. Одного нашли бутылку вина в рюкзаке, другой там что-то нарушал антиковидные меры, которые и так все нарушают, и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже должно действовать абсолютно угнетающе. Но если говорить о самом Сокурове, он внес, конечно, очень значительный вклад в развитие киноискусства. Я не большой поклонник тех фильмов, которые все считают основными. Хотя мне до сих пор кажется очень интересным и важным фильм «Дни затмения» с музыкой Юрия Ханина и с актером по фамилии. По-моему, он не был профессиональным, он гимнаст. Нанишинов у него такая была фамилия. Вот посмотрите, если будет возможность. Ощущение, что тебя трепанирует череп с первых же кадров. Там падает камера, падает самолет, падает точка зрения зрителя из-под небес на выжженную там, я уж не помню, узбекскую землю. И играет музыка, которая тебе вскрывает череп. За эту музыку Ханин потом получил европейского Оскара. Награду «Феликс» как за лучшую музыку тех лет того года к фильмам. Это потрясающе снято по Стругацким, на самом деле, фильм. И его эстетике можно поучиться. Хотя я не большой поклонник, допустим, его русского ковчега и последних его работ. Но понимаете, какая штука? Сокуров хороший человек. А в России быть плохим человеком настолько стала профессией, за которую настолько хорошо платят. И профессионально плохих людей, и бесстыжих, и наглых, и мерзких появилось такое количество, что хороший человек опять стала профессией. За что огромное Александру Николаевичу, конечно, спасибо. А что касается, да, он милость к падшим призывал. Он рассчитывал, что Россия будет более либеральной, более свободной, более культурной. Потому что сейчас Россия стремительно идет в дикость, в расцивилизованное совершенно варварство, вот в это вот состояние. Но что поделаешь? А когда, дорогой Александр Николаевич, должен спросить, я без всякого ехидства, но с определенной печалью, в России было по-другому. Если ты живешь в России, и даже застал период оттепеля, то рано или поздно ты опять вернешься в состояние расцивилизования и напрасности всех своих усилий. Так что, возможно, Сокров переживает все лишь навсего то, что когда-то переживал Пушкин. Который начало, помните, как совпало, дней Александровых прекрасное начало. И это Пушкин написал про человека, про которого затем добавил плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой. При этом Александр был, конечно, лучше Николая, который не позволял Пушкину печататься, сказал, я буду твой цензор. И ладно, там Евгений Онегин полностью. Медный всадник было невозможно при жизни Пушкина публиковать. А потом, кому его не возьмем, знали все это. Тургенев отправлялся в ссылку. Достоевского приговорили к смертной казни за чтение письма одного литератора другому литератору. Так же, как Пушкин не увидел на печатном медного всадника, так и Шостакович никогда не услышал своей великой в юном возрасте, хотя написанной оперы «Леди Магбент» Мценского уезда, и не имел никаких шансов ее при жизни услышать. Товарищу Сталину не понравилось изображение в музыке полового акта. Шостакович юно изобразил это потрясающе, с предварительными ласками, с этим нарастанием в музыке. Вот да, если ты живешь в России, ты должен быть готов к тому, что твоя жизнь более или менее напрасна, если говорить о жизни. А то, что ты сделал, оно потом каким-то удивительным образом сможет срезонировать. Но все-таки, чтобы срезонировало полностью, из России нужно уезжать. Набоков не был бы Набоковым никогда в жизни, если бы он из России не уехал. Довлатов, как Довлатов, состоялся только в Соединенных Штатах. Ни одной строчки из того Довлатова, которого мы знаем, не было опубликовано, пока он жил в Советском Союзе. Бродский не стал бы Бродским, если бы он не уехал. И даже, вот я не знаю, последний роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин», который мне очень понравился, я считаю, его можно переводить на любой язык, он в любой стороне мира будет понятен, хотя это абсолютно постмодернистский такой фантастический роман с разрушением текста, с разрушением реальности, все как положено. Но вот в нем новые силы, которые раньше в Сорокина как-то вот так уменьшались, думаю, потому что Сорокин последнее время, то есть, последнее время довольно давно уже живет постоянно в Германии, в Берлине, и это ему придает те же силы, которые, видимо, ненавидимый им Берлин, придавал свое время писавшим под псевдонимом Сирин Владимиру Набокову. Да, если ты остаешься, то у тебя в известном возрасте подступают плохие предчувствия. И тот же помянутый мной Шостакович, не забудем, он вступил в партию на старости лет, отказаться он от этого не мог, но он плакал, он рыдал в эту ночь, он понимал, что поделать ничего невозможно, а это великий человек совершенно, совершенно потрясающий человек, вот. Но вот он, кстати, он сумел состояться на оставшем Советском Союзе, редчайшее совершенно исключение, но повторяю, какой ценой это было куплено, в отличие, допустим, от Стравинского, который максимум что мог себе позволить, это там сильные переживания по поводу того, что под его музыку насочинял Уолл Дисней. То есть, когда он увидел это все, он был, мягко говоря, сильно недоволен. Но вот это максимум огорчения, это же не запрет на музыку, правда? Дмитрий, продолжая тему России, вот есть такое мнение, что когда уйдет советское поколение Путиных, Шойгу, Володиных, там, Лавровых, а вот с ними уйдет вот военная лексика, это битва за космос, битва за урожай, знаменитая книга Галины Николаевы, битва в пути, то есть вот эта военная лексика, которая насаждалась, как говорится, годами, она уйдет. У меня такой вопрос, она уйдет или это все-таки в подкорке российского народа? Она останется? Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Вы мне один раз спросили, да, отвечает ли русский народ за Путина, я вам сказал, что у вас неверная предпосылка вопроса, вы исходите из того, что русский народ существует, а я исхожу из того, что его не существует, потому что главный признак любого народа субъектность. Так вот, я должен сказать, что я не разделяю оптимизма, было какое-то время, да, потому что военная тема это персональная игрушка Путина, поэтому логично предположить, после ухода Путина по тем или иным причинам, всего их может быть три, одна естественная, вторая полуестественная, третья противо для него естественная, она может случиться, найдется свой штаб Фенберг, скажем. Так вот, естественно, предположить, что лексика исчезнет. Нет. Дело в том, что это не специфически русское. И вообще, на самом деле, то, что сейчас происходит, это такое возвращение России в лоно варварства, в лоно дохристианства, в лоно до цивилизации любой, до античной, до римской, до какой, до какой угодно. И вот почему. Россию всегда сдерживали некие внешние скрепы. Это вначале, там, допустим, варяжский тип правления, варяжская культура, потом, при всех ужасах российской монархии, это связи с монархическими семействами Европы и определенная культура аристократического слоя, которая не позволяла делать откровенные мерзости, хотя, конечно, гадостей было наделано по тем причинам монархии немало. И даже в Советском Союзе были известные ограничители вот этой западной коммунистической идеологии. Это ведь не своя выдумка. Это с запада, этот был «Мерседес» притащен. Другое дело, какой мотор в него был засунут и какое техобслуживание ему проводили. Но это было притащено с запада. И это не давало возможности даже таким негодяям, как Сталин, творить какие-то вещи запредельные, в том смысле, в каком сказал Дмитрий Быков. У этой империи были страшные дела, но правильные слова. Дела были ужасные, но слова-то были прекрасные. Они были о будущем, они были о лучшем человеке. И коммунизм – это совершенно миллинаристская, в общем, религия. Да. И вот это вот довольно сильно держало. Не позволяя творить беспредел еще на словах. А сегодня все эти скрепы рухнули, потому что главное, что сделал Путин, это не военная эстетика, это отказ от связи с Западом. Это отказ от связи с мировой цивилизацией. А если мы посмотрим на барбарские народы, то у них психология осажденной крепости, психология окруженности врагами, психология соседней племени уже враг. Вот и все. Это племенная такая психология. Она всюду присутствует. Из меня, конечно, антрополог не бог весть какой, но должен сказать, что то, что я по антропологии знаю, но, в общем, вот то, что мы называем русским, это, в общем, просто-напросто называется варварским. А когда я говорю об мельнаристской, допустим, теории, то есть идее, что коммунизм был религией, религией мельнаристской, есть замечательная совершенно книга, сейчас я забыл название, вам дам. Это американец, это Юрий Слезкин. Типично, конечно, американская история. Дом правительства называется его книжка. Формально она о доме на набережной, которому Трифонов писал. А реально она, это такой взгляд, это такое вольное исследование американского историка со всей присущей американской исторической школе подробностью и дотошностью. Это вот о том, как коммунисты пытались следовать этой своей религии, большевики, и пытались построить рай на земле. Гитлер строил тысячелетний рейх, а эти строили тысячелетнее царство свободы. Что из этого в итоге получилось? Повторяю, сейчас этого нет. Поэтому идет варварство, а варварство всегда оперирует понятием врага. Варвар – это тот, кто не смог перерасти через изначальное, доокультуренное состояние культуры, который не смог принять то и понять, над чем строится западная цивилизация. А она строится прежде всего и англо-саксонская, и наш континентально-европейская на том, что другой человек такой же, как ты. У него те же права, те же обязанности. Он такой же. Он ровня. Вот почему ему нужно помогать. Вот почему он тебе не враг. Вот такая, простите, так долго отвечаю, но у меня довольно пессимистический взгляд на будущее России. Дмитрий, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, через пару минут вернемся, не отключайтесь, очень интересно, спасибо. Окей, спасибо. Мы возвращаемся в программу «Политинформания» радиостанции «Народная волна Чикаго», ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с российским журналистом, автором и ведущим своего YouTube-канала «Губин Ан Эйр» Дмитрием Губиным. Дмитрий, вы с нами? Да, вот, даже рекламирую свой YouTube-канал. Может быть, кому это будет интересно. У меня в последнее время прибывает как раз русскоговорящих, живущих сегодня за рубежом. Может быть, это будет интересно в Америке, потому что я часто говорю о российских проблемах, но с европейским акцентом. Он не совсем тот, что в Америке, потому что все-таки англо-саксонская цивилизация и европейская континентальная цивилизация, как я много раз убеждался, да, они имеют очень много общего и общие принципы, но все-таки очень заметно расходятся. То есть, да, Австралия, Канада, Америка, Великобритания – это одна лодка, а континентальная Европа – другая. Я в лодке, которая называется «Континентальная Европа». Поэтому, возможно, кому-то будет интересно. Еще раз повторю мой YouTube-канал «Губин Он Эйр». Своего эфира у меня в России нет, теперь вот видите, только в Чикаго и только YouTube, но что поделать, что с отсутствием простой, пишем на гербовой. Дмитрий, был такой советский руководитель Георгий Маленков. Многие думают, что после Сталина пришел Хрущев, однако же все-таки нет. Георгий Маленков. И что вот интересно, в конце жизни, этот человек стал старостой в церкви, похоронен на Кунцевском кладбище, и на его могиле, это можно увидеть, стоит крест. У меня такой вопрос. Вот сегодняшние руководители России, которые раньше размахивали комсомольскими билетами, партийными, сегодня активно идут в церковь и, как говорится, принимают службу, крестятся. Вот как вот этот вот можно объяснить, потому что... Диссонанс. Диссонанс, да, спасибо, Ген. Диссонанс. Как он воспринимается вот именно для вас или для тех, кто живет в России? Ну, тут нет никакого диссонанса. И Маленков, да, спасибо, что его упомянули, автор еще одной частушки. Берия, Берия потерял доверие, а пришел Маленков, надавал ему Пинков. Хотя надавали Берии, конечно, не Пинков, а Пулез, Калаш, то есть ПБШ, наверное, еще был в затылок, но тем не менее. Это очень нормально, потому что я дал уже отчасти ответ. Коммунизм – это вера. Вера такая миллинаристская, как, в общем, христианство. Все ради царства, в одном случае там свобода, а в другом царства Божьего на земле. И когда человек теряет опору в виде коммунизма, он не перестает быть верующим. Он просто-напросто переходит... Вот он переходит в другую веру. Я видел людей, которые, теряя веру в науку или теряя веру во все лучшее, они становились, например, главой еврейской общины города Аугспорка, который возглавляет ученый из Новосибирска, если я не ошибаюсь, доктор наук. Такое вполне возможно, потому что, видимо, процентов 8 людей обречены быть верующими. И любая традиционная религия, будь то иудаизм, христианство, и даже, скорее всего, ислам, хотя с исламом я знаком всего хуже, они хороши в том смысле, что они позволяют канализовать другие возможности выбора, если ты таким родился. Например, ты начинаешь верить в плоскую землю, и ты начинаешь верить в рептилоидов, чипирующего Билла Гейтса, ну и так далее, так далее, так далее. Нет, в данном случае церковь – это лучше. И были там совершенно какие-нибудь выдающиеся личности, там гнойный хирург Бруно Яснецкий, который вообще считал, что душа живет в сердце. Это был выдающийся гнойный хирург. Но он считал, что душа живет в сердце, и поэтому он был категорический противник любых операций на сердце. Он считает, что тем самым убивается душа. Но что поделаешь, это не мешало ему быть очень хорошим врачом. Так что вполне нормально, когда рушится то, во что ты все лишь навсего слепо верил, ничуть не анализируя, то разумно тогда, если этот храм разрушен, перебежать в другой храм. Эти люди своего рода спасались. Дмитрий, кстати, на сайте нашего радио один из, видимо, слушателей написал сейчас совет вам и нам не возвращаться в Россию после этого эфира, потому что Путин отправит нас на строительство нового Беломор-канала. Так что это пожелание. Ну, нет, 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 тут все-таки, конечно, там есть кого хватать, потому что хватают те, кто занимаются не бла-бла-бла. Тут нужно все-таки дорасти до уровня Быкова, чтобы тебя попытались бы убить. И то, что может дать звездочки на погонах. Коллеги, уважаемые, ну, с нами толку будет мало, а вони, боюсь, будет много для тех, кто попытается с нами что-либо сделать, если мы приедем в Россию. То есть звездочка на нашем задержании вряд ли получишь, а вот очередной конфликт с Америкой, ну, и дальше, дальше начинается. Нет, там есть кого хватать. Страна большая от ковида, там смертность повысилась на чуть ли не на миллион, там на 900, по-моему, или на 750 тысяч в год, но еще 145 миллионов, слава богу, осталось. Так что это наличие 145 миллионов людей, которых можно сожрать в любую секунду, оно, конечно, должно способствовать чувству безопасности тех, которые в эти 145 миллионов не входят. Нет, там есть чем закусить на завтрак, на обед и на ужин. Дмитрий, вот такой вопрос. На последних эфирах в Санкт-Петербурге, Эхо Санкт-Петербурга и Росбалта проводится вами одна такая очень четкая и понятная мысль. Все, кто хочет выжить, все, кто хочет состояться, проявить свои таланты, проявить свои мозги, и, в общем-то, просто хорошо жить, должны уезжать из России. А почему к вам пришла вот такая вот, ну, в принципе, мы понимаем, но для наших такая вот мысль, и насколько серьезно вы ее проводите, как вы это видите? А кто же в России жить будет? Здесь можно ответить массой путей, но, например, есть такой способ, он не политический, поэтому он наименее эмоциональный. Вот на своем YouTube-канале Gubin on Air я выкладываю рецензии на книги, а больше всего я люблю нон-фикшн, и я не могу не видеть одной очень простой вещи, что качество книг нон-фикшн, которые написаны за границей, как правило в Америке, они, это качество настолько выше того, что пишется в России, что просто-напросто несравнимо. Я уж молчу о количестве тем, книг на любую тему. Вот я говорил о Юрии Слезкине. Я просто не знаю историка, который живет в России, который мог бы писать с таким уровнем качества. Я молчу о знаменитых представителях западной цивилизации, если мы там возьмем, я не знаю, если астроном, допустим, астрофизик, Карл Саган, американец, который я просто обожаю, в которого я влюблен. Американцы с такими типично американскими фамилиями, как Нил Шубин, допустим, или вот написавшие новую книгу, о ней сейчас все только и говорят, Даниэль Ергин. Видимо, так его, я, конечно, говорю Ергин в России, но понятно, что в Америке, скорее всего, он, наверное, стал Ергином. Его книжка «Добыча», которую, по-моему, в России прошли только два человека, я и Вагит Олегперов, потому что это история нефти, и книжка – это вот такой вот толщины, абсолютно, почти с полной собранием сочинений Ленина толщину, но она выдающаяся. Я не знаю ни одной книжки и даже ни одного автора, который мог бы писать на эту тему. И даже вот последняя российская книжка, которая научно-популярная на меня произвела фантастическое впечатление, это книжка Кукушкина, биолога «Хлопок одной ладонью». Но после этого я узнаю, что, естественно, Кукушкин живет в Америке, хотя он выпускник биофака Петербургского университета, и я понимаю, откуда у него взялась. Это книжка, в которой он объясняет, она довольно тонкая. Если вы найдете, он там страница 300, наверное, всего, он объясняет, как живое получилось из неживого, и как из живого без разума появился разум. Это потрясающе! Последний раз я испытывал такое ошеломление, ну, а только, наверное, от Ричарда Докинза. Вот. Или там от Хокинга. Или, я не знаю, от человека, которого в Америке все у вас зовут Чомски, а в России зовут Хомски. Или от Стивена Пинкера. Ну, я абсолютно уверен, что он может так писать столь убедительно, столь фантастически, столь, как бы это сказать, парадигматически, да, это Америка это сделала, она наполняет людей, Запад наполняет людей новым содержанием. Это вот самый такой простой способ. Россия ведь не маленькая страна, 145 миллионов. Но, повторяю, количество литературы не сопоставимо, допустим, с доминирующим миром в области нонфикшен с англо-саксонским. Потому что, конечно, Америка и Англия дают львиную долю всех научно-популярных писателей. Вот вам пример. И мы можем брать такого сколько угодно таких примеров, таких сопоставлений. Как родилась американская социологическая школа? Да нужно было выслать философский корабль из России. Конечно. И потом те, кто в конечном итоге пристали к американскому берегу, это все и сделали. И таких, таких примеров масса, 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 масса. И я понимаю, что действительно тем, кто с повышенным талантом, нужно уезжать. Потому что, ну, давайте возьмем что-нибудь не политическое, там, я не знаю, начали говорить о кино, а Сокурой хорошо. Лучший сегодня в России кинорежиссер это Андрей Звягинцев. Безусловно. Ну и что? Сейчас у него берут все финансирование. И что он будет делать? Как Кириллу Серебренникову, как Кирилла Серебренникова отобрали театр. И хорошо, что Кирилл Серебренников научился делать трюк совершенно невозможный, какой-то цирковой. Он руководит постановками, сидя в Москве. На него навалили гигантский многомиллионный штраф, обвинив, что он украл весь бюджет у самого себя. Штука-то в России сейчас обычная. Она еще на Ходорковском была обработана, когда и отработана, когда его обвинили, что он украл сам у себя всю произведенную, всю добытую нефть. И что будет? Серебренников научился ставить за границей, делать постановки. Он не выездной. Он вот сейчас будет в баварской опере постановка Носа Шостаковича. Я пойду непременно поеду в Мюнхен смотреть это. Он может ставить оперы. А Звягинцев не может ставить оперы. Он чисто киношный режиссер. И я понимаю, что у Андрея возникнет этот вопрос. Либо уезжать, а я не уверен, что ему будет сразу легко, допустим, в Голливуде снимать, хотя, безусловно, это имя абсолютно известно. Но перед ним встанет этот вопрос. Либо он вообще потеряет всякую работу в России, будет тихо и постепенно пройдать деньги и дисквалифицироваться. Либо он будет уезжать и работать на других студиях. Не обязательно на американских, не обязательно в Голливуде, но где-то еще. Вот что стоит. Я прежде всего имею в виду, конечно, работу. Потому что работа в России неизбежно приводит к дисквалификации или к понижению квалификации, или, по крайней мере, к проигрышу соревнований по сравнению с миром. Где был бы Дуров, если бы он не уехал? Где был бы Брин, если бы мама не вывезла его в 16 лет было, когда они уехали в Америку? Кем бы он был сегодня? И уж простите меня, для меня было величайшим потрясением, когда я узнал, что Ларри Кинг, ваш тот самый, чье так-шоу я так любил смотреть, Ларри Кинг, он русский по происхождению. Его дедушка, еврей, удрал из Одессы перед самой революцией, и, как пишет в своей книжке Ларри Кинг, до конца своих дней не мог прийти в себя от радости, что успел сбежать в Америку. Дедушка Ларри Кинга неизвестен никому, но его внук это Ларри Кинг. Поэтому тех, кто уезжает, да, они будут начинать с нуля, да, я знаю людей, которые эмигрировали в Америку, неся там какие-то созданные ими формулы и думая, что получат в Америке Нобелевскую премию. А начинали работать сегодня они живут на Манхэттене и занимаются там чем-то типа телевизора на диване, телевидение на диване, там, купи-продай. Но, тем не менее, это они, а их внуки, а их дети, может быть, они будут совершенно другими. Вот почему я считаю, что, да, больше перспектив у тех, кто уехал, и особенно у тех, кто выезжает, заключив профессиональный контракт. Тут должен сказать еще одну вещь. Ведь вы помните волну массовой эмиграции, я постоянно сталкиваюсь с людьми из массовой эмиграции в Германии, их уехало с обломков Советского Союза примерно два с половиной миллиона. И мне довольно часто говорят, ну вот, ну вот скажи нам, тебе хорошо, говорите, а ты там как-то пристроился, а как мы уедем? Да нет, ребята, бессмысленно говорить, кто как уехал. Времена массовой эмиграции кончились. Сегодня вся эмиграция может быть только не массовой. У каждого это своя индивидуальная ситуация, и каждому нужно составлять свой индивидуальный план, как уехать, смотреть, что ты можешь, ну классика бизнес-плана. Мои преимущества, мои недостатки, а вот как они ложатся на те страны, которые в принципе меня интересуют. Я знаю людей, которые, например, были успешными менеджерами в Москве, а потом бросили все, уехали в Словению, и в Словении сейчас просто сходит с ума от счастья. И говорят, какие же мы идиоты были раньше. Да, вот такова моя точка зрения, особенно с учетом того, что Путин это надолго, а возможно Путин это навсегда, а возможно после Путина, если Россия будет катиться в это варварство, децивилизовываясь, будет гораздо более худший Путин. Но я бы исходил из того, что Путин это навсегда. И не сидел как эмиграция первой волны, за границей не распаковывала чемоданов и считала, что эти большевики, посмотрите, какие они идиоты, да у них все развалится, их режим рухнет. Не рухнул, он и сейчас продолжается. Дмитрий, говоря об Америке, последний раз мы с вами говорили, когда президентом страны был Дональд Трамп. Сейчас, да, это было совсем недавно, это было давно. Да, вот ваш взгляд из Европы на Америку сегодняшнюю. как вы видите Джо Байдена президентом и вообще вот то, что у нас, знаете, как-то видится все на расстоянии, более четко, да, видится на расстоянии. Вот вы нам, может быть, расскажете ваш взгляд на Америку сегодняшнюю. Нет, не буду, я зарекся. Просто, когда я стал жить в Германии и увидел, что 90% того, что пишут или то, что говорят про Германию, даже милые, симпатичные, вроде бы образованные люди, это полная чушь. Это абсолютный бред, не имеющий никакого отношения к реальности. Это, знаете, со мной был очень смешной случай, но я тоже ехал в Германию, думая, что одни мусульмане там кругом ходят, и как-то раз я иду мимо дома, стоит старое здание, как бы сказали, дореволюционное, довоенное немецкое, там написано Моши. Я думаю, Моши, это, наверное, Мойша, что там такое, что еврейский центр. Господи, я же не знал, что это значит мечеть по-немецки. Выяснил, что вот так вот может выглядеть мечеть, что я живу аккурат там между двумя мечетями. И на самом деле, нет там никаких, никакого мусульманского экстремизма. Мои соседи, милые, симпатичные люди, там пожилые турецкие бабушки. Вот они так живут. Я зарекся, я просто зарекся судить издалека о стране, которую я не знаю, Америку я не знаю, всего-навсего трижды здесь был. Байден, насколько я все-таки понимает, такой классический, как бы у нас сказали, аппаратчик, классический кадровый, опять же, используя советскую лексику, политик, что в ситуации после Трампа, наверное, но я очень осторожно скажу, очень неплохо. Но опять, кому-то это плохо, кому-то это неплохо. Главное, чему меня научил Запад, чему меня научила Европа, то, что нельзя говорить, есть интересы Европы, есть интересы Америки. То есть, для русских же всегда, вот существует Россия, такая отдельно стоящая женщина, у нее есть какой-то интерес. Россия хочет, Россия нуждается в вашей любви, как говорит Дмитрий Киселев. Он так прямо говорил студентам журфака, Россия нуждается в вашей любви. Вот такая есть баба, ее зовут Россия, она нуждается в любви, у нее давно мужика не было. Нет, здесь огромный спектр зрения. Я вот читаю, например, с удовольствием, есть такая блестящая, совершенно журналистская интервьюер Наталья Ростова. Она сейчас живет в Америке, у нее там проект, я уж там не знаю, что у нее там, постдок или какое место оно в иерархии академической и занимает, но она изучает прессу переходного периода и пытается выстроить ее хронологию и понять, почему дней Ельцина прекрасное начало кончилось тем, что Ксения Соколова, тоже неплохая журналистка, довольно точно обзвала, простите меня за эту фразу, в эфире унылым говном. Но это цитата полная. Вот как это могло произойти? Что-то случилось? Довольно многие это пытаются анализировать. Там, Зыгарь, допустим, Михаил. Но Ростова, она находится в Америке, поэтому мне очень интересно именно ее читать по поводу, допустим, Black Lives Matter. Потому что она здесь. Она это понимает, она это чувствует, это проходит как-то через нее. Точно так же, как до меня некоторые немецкие вещи доходят тоже на кончиков пальцев. Я никогда не забуду, я спросил одну знакомую девушку, она работает в клинике, занимается там всякими здоровительными манипуляциями физкультурой. и я ее спросил, что она думает по поводу миллиона в основном сирийских, но не только беженцев, которые в 15-м году хлынули в Америку. И по поводу которых Меркель сказала, мы справимся. Вершафн. И она мне сказала, говорит, ну да, мы же не воевали, мы немцы не воевали в Сирии, значит, мы должны помочь этим людям. Я оп, я понял, что это не единственная точка зрения, большинство русской эмиграции категорически с этим не согласны, они не считают, что они были такими же беженцами, хотя они были такими же беженцами, с моей точки зрения, но эта точка зрения существует, она популярна среди молодых немцев. И когда я вижу, там у нас разбит на главной площади, на Радхаус-Плац, на Ратушной площади экологический лагерь, он уже год разбит. Когда был снег, все снегом заваливало, и там на лыжах все катались, что для Баварии большая элькс. Они жили в этих палатках под снегом. И сейчас у нас было 30 с лишними, они опять жили в этих палатках. Вот они добиваются уменьшения выброса ЦО в атмосферу, там нулевого карбонового загрязнения и так далее, и так далее, и так далее. Это нужно чувствовать, поэтому, извините, я не буду судить Америку, живя в Германии. Мне насколько хорош Байден, мне не все нравится. Мне не очень нравится пресс-конференция с ним. У меня такое ощущение, что вопросы отобраны, согласованы, он их знает. Мне это жутко не нравится. И, честно говоря, даже его возраст меня не очень радует, потому что я понимаю, что с годами, конечно, острота реакции, острота восприятия нового, они заметно тускнеют. Дмитрий, у нас заканчивается эфир, очень быстро все идет. Мы не поговорили совершенно про Германию. Как ситуация с ковидом и какие прогнозы на выборы в сентябре месяце? Хотел показать, но, наверное, видите, вторая доза Пфайзера сегодня мной получена. Вот, группа крови на рукаве. У нас снимаются все ограничения последовательно. Ну, как, остаются маски в помещениях. И не просто маски, а FFP2, FFP2, то есть, это как бы все-таки очень высокие, или FFP3, без них тебя просто-напросто ни в один магазин не пустят. Это по-прежнему действует. Но открываются рестораны, открылись, опа, большая радость, Биргартены, открываются, вообще уже не верю, спортзалы, открываются гостиницы, но нужно предъявлять либо сертификат прививки двухнедельного срока давности, когда полностью срабатывает иммунитет, либо нужно свежий тест предъявлять. Но все, все-все-все понемногу оживает. И самое приятное, в нашем городе, где никогда в палате интенсивной терапии с ковидом меньше 20 человек не лежало, сейчас только трое. Ни одной смерти в нашем городе вот уже, по-моему, третью неделю. Цифра постоянно падает, хотя каждую неделю нам говорят, что не нужно расслабляться. Есть дельта-штамм вируса, он тоже может прийти. Начинают вакцинировать детей с 12 лет, с 12-летнего возраста начнут. То есть, у нас этот ужас отступает, но мы понимаем, что мы живем в общем мире. И за берлинской, берлинской стены нет, за ней нет сидеться. Дмитрий, у меня две минуты остается, и такой тоже очень интересный вопрос. Самым главным культурным событием года в России это было Ольга Бузова в спектакле «Молодой грузин» МХАТа. У меня вопрос в стиле анекдота. Папа, что это было? Нет, слушайте, я тут склонен Бузову защищать. А почему так все на нее накинулись? Если, допустим, Андрон Кончаловский, уж которого-то в Америке точно все знают, поскольку он гигантское количество времени проработал в Голливуде и снял хотя бы ближний круг, блестящий фильм про Сталь на его окружении. Он же вообще снимал, там, Вася Клячиной, он снимал непрофессиональных актеров. Непрофессиональных актеров, людей с улицы, включая лкашей, снимает огромное количество режиссеров. Если мы тычем пальцем в Бузово и говорим, то почему мы не тычем пальцем в рому зверя, группа «Зверь», которого снял Кирилл Серебренников в роли Цоя для фильма «Лето». «Лето». А по-моему, это блестящий совершенно фильм. Но почему мы тогда не тыкаем пальцем в рому зверя? Где этот попсовик, кому ему играет? Цоя ему играет. Как вообще такое можно? Можно. И он очень хорошо сыграл. А есть такие режиссеры, как, нелюбимые мной, как человек, Никита Михалков. Но я знаю отзывы о нем как о режиссере, актерские отзывы. И люди говорят, что любой играет как гений с ним. Поэтому я не видел, как играет Бузова. Ну, может быть, оно и ничего. А если народ идет в театр, ну, это хорошо, но пусть он идет. Почему нет? Нет, я не сторонник такого закидывания яйцами, тем более априорного. Дмитрий, огромное спасибо за это интервью. Мы надеемся, что оно не последнее. Нам очень интересно с вами беседовать. Мы желаем вам самое главное здоровья, бодрости, оптимизма и до следующих эфиров. И приглашаем в Чикаго. Приезжайте, пожалуйста. Спасибо большое. Жду вас в Баварии. Спасибо. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»